Мы продолжаем выпуск. В связи с теплой погодой, которая держится уже три месяца, в поля комбайны вышли на две недели раньше обычного. И к 21 июля уже намолочено 30,5 тысяч тонн пшеницы, ржи и ячменя. К уборке последнего приступили только в самом южном районе Чувашии, Батревском. В Цивильском скошено больше 3000 гектаров посевов, поэтому показателю он вышел в лидеры. Рифат Фаткулин в Янтиковском районе сегодня работает с 5 утра. Именно в это время на поля выходит тяжелая техника. Какой отдых тут? 5 часов поспал, утром в пятом часу просыпаешься уже, голова думает уже, как в поле, что сегодня делать. Снарядить железного коня с железной жнейкой. Подъем в 5 утра. Все по Некрасову. В полном разгаре страда деревенская. Сейчас убирают азимы. Все колосья налились разом, поэтому каждый час на счету. Ну у нас азимы где-то около 200 гектаров. Азимая пшеница. 200 гектаров. Еще 500 гектаров яровых. С сыном вместе работаем. В общей сложности 700 гектаров надо убрать. Сын у меня молодец, тоже с академией кончил. И со мной работает вместе. Короче, меня поддерживает, это меня радует. А вот что не радует фермера, это погода. Последний дождь 12 июня. За полтора месяца колосья пшеницы вытянулись и сохнут, как стойкие солдатики. Зерно может осыпаться. Современная техника – большое подспорье в битве за урожай. Погода жаркая. Комбайн, условия труда хорошие. Комбайн в салоне прохладно. И хотя механизатор считает, что в сельхозотрасли произошла техническая революция, неизменным остался здоровый рабочий азарт. В этом году фермер планирует собрать 2000 тонн зерна. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.